Коллеги, всем привет еще раз. Не все пережили обед, это нормально. В первом блоке докладов мы говорили с точки зрения digital в основном про стратегический аспект. Ну и понятно, что речь и про digital в целом, и тем более про стратегию, абсолютно невозможна без пула аналитического инструментария, который позволяет все правильно посчитать, замерить, увидеть и прочее. И поэтому следующий доклад будет про сквозную аналитику. Я приглашаю Андрея Анисимова, компания Реоспект, ваши казанские коллеги. И сейчас он про эту самую сквозную аналитику нам расскажет. Тебе слово. Да, давайте похлопаем. Мне вас так много собралось. Я рад, что вы все-таки пришли. Всем привет. Я действительно Андрей, действительно Анисимов и действительно из Казани. Я возглавляю подразделение интернет-маркетинга в казанском агентстве Реоспект, где мы занимаемся разными интересными штуками. Мы очень любим такие продукты, в рамках которых ответственность агентства лежит не за какие-то эфемерные показатели, такие как видимость, трафик или что-нибудь подобное, а за настоящее полезное для бизнеса КПИ, за доходность бизнеса, за прибыльность бизнеса, за количество заявок и стоимость заявки, которую клиент получает ежемесячно. И все продукты, которые мы реализуем для наших клиентов, не могли бы существовать без крепкого аналитического фундамента. Сегодня я хочу рассказать вам про то, как мы организовали сквозную аналитику, про то, как ее построить, как, может быть, вы сможете ее построить или вообще саму идею вам в голову заложить, про то, чем она вам может быть полезна, ну и отвечать на какие-нибудь вопросы. Общий вид реализации процесса сквозной аналитики состоит всего из трех простых шагов. Шаг номер первый — это настроить CRM. Достаточно простой вроде бы шаг, но именно на нем возникают самые большие сложности как у агентов, так и у клиентов. О нем мы будем говорить сразу после вводной части. Второй шаг — это импорт данных. Технический шаг, более простой шаг, но требующий глубокой проработки с точки зрения программистов и аналитиков. Третий шаг — это сбор всех отчетов в единую базу данных, всей информации воедино, для того, чтобы ее можно было анализировать. Ну что ж, давайте разбираться. Внедрение CRM в процесс работы отдела продаж компании. Любая CRM-ка на текущий момент на рынке России представлено немалое количество CRM-ок. Есть и российские разработки, есть и зарубежные разработки. А, я забыл вам сказать очень важную вещь. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Не читайте мелкий текст. Я специально писал мелкий текст для тех, кто прослушает всю важную часть, и чтобы потом, когда вы получите доклады, вы прочитали и вспомнили, о чем я. Слушайте лучше меня, фотографируйте, а потом мелкий текст прочитайте, когда презентации разошлют. Так вот, какие бы ни были CRM-ки, все они оперируют категориями движения лида между различными стадиями обработки в отделе продаж. Есть CRM-ки, которые используют достаточно традиционную модель визуализации этих данных, такой, как воронка продаж. Это вертикально ориентированная модель визуализации, где по ниспадающей, с каким-то планомерным убыванием, лид, то есть человек, который обратился в компанию за какими-то услугами или с какими-то товарами, переходя из стадии в стадию в стадию в отделе продаж, превращается в деньги на расчетном счете компании. То есть воронка — это вертикально ориентированная модель визуализации. И есть труба горизонтально ориентированная, где, собственно, те же самые стадии, то же самое движение лида, только в другой плоскости ориентированная. И, собственно, какой бы вариант ориентации в этой CRM-ке вы не выбрали, первый шаг при внедрении для вас будет определение тех стадий, по которым лид должен будет пройти. В достаточно классической трактовке, в популярном изложении стадии примерно следующие. То есть есть лид, есть человек, который обратился к вам в компанию за вашими услугами. Дальше идет этап переговоров. То есть когда сотрудник вашей компании связывается, что-то обсуждает, квалифицирует лид как качественный или некачественный по тем или иным причинам и начинает думать над тем, каким бы образом оптимальнее всего решить задачу клиента, который обратился. Третий шаг, чаще всего, опять-таки, это коммерческое предложение. То есть, естественно, мы сейчас не про e-commerce говорим, а про услуги, но, в принципе, в e-commerce схожие стадии более-менее. Так вот, мы на третьем этапе формируем какой-то набор предложений того, каким образом мы, подрядчик, будем решать клиентскую задачу. Четвертый достаточно типичный шаг – это договор. И последний шаг – это счет и оплата, которая поступает на расчетный счет. То есть вне зависимости от той CRM, которую вы выберете, с какой вертикальной при помощи воронки или пайплайна ориентации этих стадий, вам необходимо будет их в настройках прописать. Далее. Следующий шаг, что нужно будет сделать при настройке CRM. Продумать то, по каким причинам с каждого из шага от вас человек может захотеть уйти. Например, ему не понравился тон менеджера в ходе первичных переговоров. Ему не понравилось общее позиционирование вашей компании. Ему не понравились ваши принципы производства. Ему не понравились цены. Ему не понравилось ваше коммерческое предложение, потому как он иначе видел модель реализации собственной задачи. Ему не понравились сроки. Все пути, почему человеку может что-то не понравиться, вам стоит продумать и прописать также при настройке CRM. В конце вы должны получить две воронки. Воронка успешных статусов. Как у вас человек будет двигаться от момента, как он зашел. То есть на верхнем уровне воронки, голубым обозначен, например, то, что достаточно большое количество людей в виде лидов поступило в ваш отдел продаж. А в самом конце маленькое – это деньги полученные. И вот иерархию движения лидов в пространстве. И вы должны получить вторую воронку. Воронку, на которой бы вы понимали, на которой было бы обозначено, по каким причинам, с каких стадий у вас уходят потенциальные заказчики. Про Bittrex24 небольшая ремарка. Bittrex достаточно популярная в России компания. И поскольку большое количество сайтов сделаны именно CMS-ки Bittrex, многие внедряют CRM Bittrex24. Тем более у нее очень льготные условия для входа. Она достаточно бесплатна на стартовом объеме дискового пространства. Так вот, у Bittrex24 зачем-то сделаны две различных сущности, которые по своей сути описывают одно и то же. Это лиды и сделки. Нет принципиальной разницы между ними, и нет смысла вам как агенту или вам как самостоятельному бизнесу работать и с той, и с другой сущностью. Выберите одну из них и работайте с ней. Это упростит вам жизнь в будущем. Следующий шаг, который необходимо сделать при внедрении CRM-ки, и этот шаг, он самый жестокий, самый тяжелый, и именно на нем больше всего крови проливается. На нем тормозится внедрение чаще всего. Это этап внедрения непосредственно в отдел продаж. На этом этапе все зависит от воли двух людей. Либо от воли генерального, либо от воли начальника отдела продаж. На текущий момент использование CRM-ок — это абсолютный стандарт для всех отделов продаж. Это очень нелепо как-то пытаться организовать работу отдела продаж без CRM-ки. И в момент, когда генеральный или роб принимает решение, что все, пора, его воля должна быть несгибаемой. Он должен выделить команду. Если на текущий момент каким-то образом не выделена команда отдела продаж, это команда, которая будет обязана в ежедневной своей деятельности работать с этим инструментом. Роб или генеральный должен проработать набор правил и каких-то санкций по тому, каким образом заносить лиды, какую информацию прописывать. Я большой поклонник работ Форда и с большим увлечением перенимаю весь его опыт по систематизации, поэтому старайтесь также дотошно подходить к формулированию правил, потому что это позволит вам сразу создавать порядок в CRM-ке. А CRM-ка со временем станет очень большой массивной базой данных, там будет очень много разных сведений, и чем правильнее, лучше они будут с самого начала структурированы, тем проще вам будет впоследствии с ними ковыряться. Пропишите правила по тому, каким образом давать наименование контрагенту, каким образом прописывать телефоны, какую информацию должен собирать специалист отдела продаж в ходе брифинга с клиента, чтобы заносить ее в CRM-ку. Все эти правила должны быть записаны и четко обозначены каждому сотруднику отдела продаж санкцией за их неисполнение. После этого, когда проведено обучение, должен начаться простой этап контролирования, и в ходе контролирования кого-то пряником, кого-то кнутом мотивируем, демотивируем. Сперва лечим, если не получается, лучше сразу увольнять таких людей. Какой бы звездой ни был человек, любящий работать с блокнотом и не хотящий переходить в CRM-ку, от него проще будет избавиться и воспитать новое поколение продавцов. Собственно, воля РОПа или воля Гендира это фундаментальный фактор вот на этом этапе. То есть именно он будет определять успешность внедрения. Дальше. Вам необходимо организовать плотную связку CRM-ки с телефонией. В случае, если мы говорим про, например, Bitrix24, то у них уже внутри встроена телефония. В случае, если мы говорим про AMO, вам нужно будет чуть-чуть позаморачиваться. Там около 25 различных вендоров, которые предлагают синтегрироваться с AMO. Смысл интеграции в следующем. При любом звонке, который поступает в отдел продаж, с нового номера телефона, на рабочем столе на экране компьютера менеджера по продажам должно появляться окно с полями для ввода информации по новому лиду. И он должен не иметь возможности продолжить свою работу до тех пор, пока не заполнит всю информацию. Бывает часто, что звонит всякий мусор и должна быть сразу возможность квалифицировать этот лид как некачественный по разным причинам. Но, тем не менее, пока эта информация не будет заполнена, в автоматическом режиме при звонке должно появляться поле. Введите информацию по тому человеку, кто сейчас звонит. То есть вы должны добиться связки, телефонии и CRM. Следующий шаг. Необходимо связать ваш сайт с CRM. На сайте, на вашем, скорее всего, есть немалое количество форм. Форм заказа консультации, покупки, форму, которую нужно заполнить, чтобы скачать прайс-лист, записи к доктору, чего угодно. То есть форм немалое количество, и все эти формы необходимо связать с вашей CRM. Если ваш сайт сделан на битриксе, а вы используете битрикс24, все будет просто и удобно. Во всех остальных случаях будет чуть менее просто и чуть менее удобно, но, тем не менее, тоже выполнимо, и любой программист с этим, скорее всего, справится. Что должно происходить? Когда пользователь отправляет форму в CRM, должен образовываться новый лид со всей той информацией, которую пользователь согласился в форме передать. Также за каждый лид сразу автоматически должен назначаться какой-то ответственный сотрудник из отдела продаж, и у него должна появляться задача, позвонив дозаполнить информацию по этому лиду в соответствии с правилами. То есть автоматизируем на этапе того, чтобы у вас при отправлении любой формы появлялся лид в CRM. Дальше. Есть немалое количество инструментов лидгена, которые не так-то просто автоматизировать. В общем-то можно, но непросто. Есть немалое количество заявок, которые, скорее всего, вы получаете на электронную почту. Можно автоматизировать, но на начальном этапе проще написать набор правил для вашего отдела продаж, в соответствии с которыми они будут заполнять информацию после получения письма на свой какой-то почтовый клиент или на сервер, заносить эту информацию сразу в Bittrex. Есть специализированные сервисы. То есть, например, если мы говорим про отрасль интернет-маркетинга, есть сайт Freelance.ru, как минимум. И его очень сложно, опять-таки, интегрировать с вашей CRM. Поэтому тут проще поставить процесс, поставить систему, по которой сотрудники вашего отдела продаж будут заносить всю информацию о каждом потенциальном клиенте в CRM. Немало сервисов есть, таких как Callback Hunter и прочие, которые помогают и стимулируют людей к оставляю информации о себе, чтобы ваш отдел продаж не связался. Такие методы конвертации, если можно автоматически, если нельзя вручную, вы должны заносить в CRM. Ну и последнее, например, визиты. Я пытался придумать еще какие-то варианты. Наверняка они есть. То есть, общая идея в том, что вы должны через CRM пропускать абсолютно всю коммуникацию с абсолютно всеми потенциальными вашими будущими покупателями. Какая-то часть подлежит автоматизации. Это звонки и формы на сайте. Какая-то часть подлежит более сложной или не подлежит автоматизации. Пишите правила, создавайте систему. На этом этапе вы должны добиться следующего. Чтобы у вас была какая-то база данных, в которой содержится подробная информация по всем, кто к вам обращается. Чтобы в эту базу данных автоматически заливалась вся информация по каждому, кто вам звонит. Чтобы в эту базу автоматически заливалась информация по каждому, кто оставляет заявку на вашем сайте. И чтобы ваши сотрудники отдела продаж руками заносили в базу информацию по всем другим лидам, которые они получают. Вот этот блок, исходя на текущий момент из моего личного опыта и из опыта моих коллег, он самый тяжелый, потому что заставить людей это делать, в общем-то, нужно несгибаемую волю иметь. Дальше. Нам необходимо с вами научиться передавать в CRM-ку информацию об источниках трафика. Информации будет немало, но этот этап, несмотря ни на что, он более простой, поскольку делегировать вы его будете всего нескольким людям. Сеньор-программистам и сеньор-аналитикам. Ну или кому-то, кто этим будет заниматься. Во всяком случае, не будет сопричастна весь набор людей из отдела продаж. Попроще будет. Баянистый слайд, я не мог его не вставить. Давно-давно уже всем абсолютно очевидно, что все источники трафика нужно помечать. Есть стандарты рынка, размечать все UTM-метками. Их пять штук, вот они описаны. Сорс и медиум для того, чтобы распознать источник трафика. Кампейн для того, чтобы распознать название рекламной кампании и отличить одну кампанию от другой. Терм для ключевого слова, если оно есть. И контент для разделения нескольких рекламных сообщений в рамках одной рекламной кампании. Например, двух рекламных баннеров в рамках одного набора креатива. То есть, если кто-то этого не делает, очень зря. То есть, ну, вы опаздываете лет на пять. Это нужно делать. Все рекламные каналы, то есть везде, где вы что-то покупаете, везде, где вы размещаете какие-то ссылки о себе, платные или бесплатные, все рекламные каналы, которые ведут трафик на ваш сайт, должны быть размечены при помощи UTM-метками, которые в ссылке в get-параметре передают сведения об источнике трафика. Поехали. Нам необходимо добиться данных по источникам трафика, связав их с лидами. То есть, на прошлом шаге мы научились, мы добились того, что в CRM-ку поступают сведения по каждой отправленной форме. В общем-то, для программистов не является большой сложностью, цепанув из UTM-метки, которая была обозначена выше, или из куки, которая лежит в браузере, передать вместе с полями формы сведения об том источнике, который притащил этого человека на сайт. Вариантов тут немного. То есть мы берем куки, берем либо UTM-ку, то есть что-то из этого, при помощи чего можно идентифицировать начальный источник перехода человека на сайт, и также в специфические поля той базы данных, которую вы в CRM-ке создаете, вы передаете сведения о том, откуда человек пришел. Идем дальше. Нам необходимо добиться такого же состояния с оффлайн-конверсиями, то есть со звонками. Нам необходимо, чтобы каждый звонок, который поступает в ваш отдел продаж, был идентифицирован, то есть соотнесен с каким-то источником, который привел источником трафика, с какой-то рекламной компанией, которая притащила человека на сайт, который вам в итоге позвонил. Тут вариантов два. Как обычно, быстро, но подороже. Или подольше, но подешевле. Вариант с быстро и дорого. Покупаем простой колл-трекинг. Сервисов колл-трекинга на рынке уйма. Все они отличаются примерно только ценой. Вы покупаете разные номера телефона под разные источники трафика. При помощи сервиса обеспечивается соответствие номера телефона к источнику трафика. И на уровне CRM, исходя из того, с какого номера телефона вам позвонили, вы обеспечиваете размещение в лид сведения об источнике трафика. Вариант подешевле. А, ну да, собственно, каждый номер, который вы в системе колл-трекинга будете покупать, он стоит каких-то денег, ну там рублей 500, 600, 700, 800 и так далее. Вариант с дешевле, но посложнее. В принципе, для программистов не является большой сложностью написать элементарный скрипт, который будет, опять-таки, на основании UTM меток или каких-то других характеристик определять, откуда пришел человек. Собственно, этот же скрипт простой заменой будет менять номер телефона, который указан на вашем сайте в виде текста, и картинку с номером телефона, если она есть, на какую-нибудь другую. А номер телефона можно покупать у недавно представленного там Яндекс.Телефонии. За копейки продает номера телефонов или может где-нибудь еще покупать. Вариант, собственно, тоже простой. То есть вы обращаетесь к программистам, задаете им задачу написать сервис подмены, в рамках этого сервиса делать какую-то таблицу соответствий номеров и источников трафика, и на уровне CRM точно так же кладете в данные по лиду информацию об источнике. Мы добились хорошего результата. Идем дальше. Нам нужно, помимо всего, что было сделано до этого, поместить в CRM информацию о расходе, который мы понесли с каждым источником трафика. Тут у нас ситуация осложняется немножко. У нас есть два типа источников трафика. Есть какие-то рекламные системы, которые более-менее автоматизированы, которые более-менее имеют технический бэкграунд. То есть, например, есть система контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google AdWords, есть площадки для таргетированной рекламы, есть RTB-сетки, много чего есть, медийные сетки. У всех у них, если это большая сетка, есть нормально прописанный API. При помощи этого API нормальный сеньор-программист опять-таки сможет тянуть статистику по расходу, которую вы понесли на этот рекламный канал. Естественно, статистику по расходу вам нужно дополнительно декомпозировать. То есть не только смотреть на весь канал Яндекс.Директ, но и еще декомпозировать на уровень рекламных кампаний, на уровень ключевых слов. Если вы правильно настроили контекстную рекламу, то у вас ключевое слово тождественно каждому рекламному объявлению. Это хорошо. Если не тождественно, то еще нужно поддельно по объявлениям тянуть статистику по расходам, чтобы у вас в CRM-ке оседала интересная связка. С такого-то объявления было столько-то переходов. Ну, об этом чуть позже про переходы. Столько-то с этого объявления было лидов. Из них столько-то онлайн, столько-то оффлайн. И столько-то денег мы на это объявление потратили. В случае с таргетированной рекламой мы тянем статистику по расходу на разные сегменты. В случае с e-mail рассылками тоже разные сегменты. Если это медийка по разным рекламным кампаниям и разным баннерам, то есть декомпозируйте статистику, которую вы собираете по расходу, до самого нижнего уровня, чтобы потом было поинтереснее. Есть второй тип источников трафика, где все не так прозрачно, где нету каких-то систем с прописанным API. Или API, не знаю, как правильно. Например, ваши расходы на поисковую оптимизацию. Это бюджет, который вы просто отдаете какому-то агентству, и на что они конкретно тратятся, вы точно не знаете. То есть там где-то покупаются ссылки, где-то покупаются тексты, какие-то работы ведет SEO-оптимизатор, какие-то его программист, контент-менеджер, дизайнер. Вы знаете суммарный месячный объем инвестиций в SEO. Или, например, ваш контент-маркетинг. Вы знаете то, сколько вы инвестируете ежемесячно в покупку разных ссылок в разных группах, на написание текстов, на дизайн, на разработку всего этого дела. И вам необходимо продумать на уровне CRM, опять-таки силами программиста, инструмент, при помощи которого вы будете добавлять руками ежемесячный расход на этот рекламный канал. В общем-то, здесь иного способа я, честно, пока не нашел. То есть просто руками, просто на уровне месяца, просто по каналу. То есть, допустим, у нас есть канал органик, органический поиск, суммарно, ну, то есть результат поисковой выдачи. Суммарно на него тратится 100 тысяч в месяц. Загоняем эту статистику в CRM. Дальше я покажу, как она будет распределяться. То же самое касается контент-маркетинга. Ну, то есть каким-то образом вручную нужно эти данные в CRM передавать. Следующий шаг. Вам ценно тянуть статистику по трафику тоже в CRM. Есть, конечно, вариация, все это перетягивать не в CRM, а в Google Analytics или в другую систему статистики. Но мы выбрали вариант с подтягиванием именно в CRM. Я расскажу чуть позже, почему, если это кому-то будет интересно. Так вот, берем Google Analytics. У него тоже нормально прописанный API. Он тоже нормально поддерживает UTM-метки. Поэтому при помощи UTM-меток можно декомпозировать на разные рекламные каналы, на разные типы кампаний, на разные ключевые слова. И по ним, по всем забираем статистику по переходам. Можно было бы, конечно, тянуть статистику по кликам, например, из Яндекс.Директа или из Google AdWords. Но если вы смотрели, вы, наверное, замечали, что всегда процентов на 10 в системах статистики трафика чуть больше, чем в системах прямой рекламы. Потому что бывают вторые посещения, куки не успевают перетереться, и люди переходят по несколько раз. Статистику по количеству посещений в срезе по рекламным каналам ценнее всего тянуть из Google Analytics. Не из метрики. Итого, вы научились тянуть… То есть вы на первом шаге поставили базу данных, заставили всех в ней работать, заставили всех взаимодействовать с разными стадиями и автоматизировали размещение лидов онлайн и оффлайн в вашей CRM. На втором шаге, используя программистов, вы добились того, что вы подтягиваете статистику, откуда пришел человек, с какого рекламного канала пришел человек, который оставил им заявку, сколько денег вложено в этот рекламный канал, и сколько всего с этого рекламного канала пришло людей за какой-то отчетный период. И эти данные сейчас все хранятся в вашей CRM. Уже хорошо, можно с этим работать. Собираем информацию в единой таблице. Таблицы длинные, я их разбивал на разные блоки. Собираем базовые показатели. То есть, например, у нас есть таблица, которая построена в срезе по источникам трафика. Если не видно, допустим, прямые переходы, реферальный трафик, e-mail рассылки, органический поиск, контекстная реклама, медийная реклама, партнерский какой-то трафик и какие-то рекомендации. Первая графа, которая вам, наверное, самая первая, которая будет первой интересной, это статистика по расходу. Естественно, в CRM, когда вы будете создавать эту систему сквозной аналитики, вы должны будете прописать для программиста маленькое условие, чтобы он научился строить эту таблицу в срезе различных периодов времени. В срезе месяца, в срезе недели, в срезе дня. То есть, чтобы вы могли оперативно как-то смотреть за происходящим и принимать решения. Так вот, первое, что вам интересно, это сколько денег за выбранный вами отчетный период вы потратили на каждый из рекламных каналов. Например, 0 рублей на прямые переходы, что очевидно. Около 7 тысяч на реферальный трафик, 4 тысячи на email-рассылки, 40 тысяч на органику, 83 тысячи на контекстную рекламу. Остальные источники… Ну, там медийка потрачена еще немножко, остальные бесплатные. Второе, что вас интересует, сколько всего человек с этого рекламного канала вы притащили. Можно еще цену клика посчитать, чтобы понимать, сколько вам стоит каждый переход. Интересно достаточно. После этого вы берете информацию о том, сколько онлайн и сколько оффлайн-лидов вы с этого рекламного канала получили. Все это мы автоматизировали, все это слили в единую таблицу, посчитали суммарное количество лидов и процент конверсии в срезе по каждому из рекламных каналов. А чем вам не нравится вариант номер телефона просто в письмо зашить? Вы просто берете у Яндекс.Телефонии номер какой-нибудь отдельный и только его… Ну, да. Это базовые показатели, их можно собирать где угодно. Их можно собирать в Analytics, все передавать, в CRM-ку все передавать, можно написать какой-то отдельный сервис и все это в ней содержать. Но следующий шаг, вот именно по этой причине мы выбираем работу создания сказной аналитики именно на базе CRM-ки. Движение лида по стадиям. Если вы помните, в самом начале мы с вами либо на уровне воронки, либо на уровне пайплайна разработали какое-то количество релевантных вашему бизнесу, стадий, по которым проходит каждый лид, с момента, как он впервые обратился в компанию, до момента, как он оплатил вам деньги. И вот именно это движение по этим стадиям является основополагающим. Оно интересно, и его удобнее и быстрее всего забирать из CRM-ки. Дальше. Объем дохода. Поскольку вы заставили отдел продаж работать с CRM-кой на постоянной основе, они любой лид, который дошел до стадии спасибо, счет выставлен и счет оплачен, должны метить, что вот оплата прошла, вот действительно вот на такую-то сумму. Это правило тоже вы прописали в самом начале. И вот объем дохода считать в срезе по рекламным каналам очень, опять-таки, удобно. Давайте сведем в единую таблицу. Я, честно, сегодня доклад читаю впервые, и зря я этот блок про больше опций засунул сюда. Я чуть позже к нему вернусь и про него отдельно расскажу. Так вот, дополняем показателями из CRM-ки. У нас тот же самый срез по источникам трафика, те же прямые, рефералы, имейл и так далее. Какое-то количество лидов ваши сотрудники отдела продаж будут квалифицировать как некачественные. Это отдельный срез по тому, какие именно некачественные. Сейчас мы смотрим на качественное движение. То есть по зеленой воронке, может быть, помните, из первых слайдов была зеленая воронка. То есть предварительное обсуждение, коммерческое предложение, обсуждение коммерческого предложения, согласование договора и счет передан. В срезе по всем рекламным каналам вы видите прозрачную статистику, как лид двигался. Сколько людей дошло до стадии первичного обсуждения. Сколько из них вышло на стадию коммерческое предложение. То есть очевидно, что сколько здесь получается? Шесть лидов ушло, то есть квалифицировалось вот на этой стадии для канала прямой трафик, как некачественный. Итак, по каждому рекламному каналу вы видите, как лид двигался в вашем отделе продаж. Здесь я показывал, ну показываю специально не скриншоты из нашего сервиса, а таблицы реальной выгрузки. Но в рамках сервиса мы додумали, ну как бы не додумали, а просто доделали, что такие каналы как… Здесь есть клацалка? Да. То есть, например, контекстная реклама, здесь есть возможность ее, ну то есть пойти на уровень ниже, выпадет список, в срезе по всем рекламным кампаниям, которые есть в рамках контекстной рекламы. А, даже не так. То есть на уровне контекста он раскрывается на директ и адвордс, директ раскрывается на все рекламные кампании, кампания раскрывается на ключевые слова. Для того, чтобы вы увидели максимально подробно движение лида в срезе по этому рекламному каналу. И вот, деньги получены. Вы можете посмотреть то, сколько с каждого из рекламных каналов на текущий момент, за отчетный период, который вы выбираете, заработано денег. Здесь, ну то есть это по сути своей, одна таблица, просто разбита на два блока. Здесь вы видите инвестиции в рекламный канал, а здесь доход с рекламного канала. Уже здорово. Уже есть возможность принимать какие-то достоверные, основанные на фактических данных, решения о своем маркетинговом бюджете. Но давайте подумаем, как еще можно полезно использовать эту статистику. Мы можем построить срез по менеджерам. То есть у вас есть менеджеры. Все менеджеры работают по-разному. У одних какие-то, кто-то звезды, и они считают, что они работают по своим правилам, и они работают лучше всех. А другие отстают, и вы хотите понять, на каком из этапов у них наибольшая проблема, чтобы починить менеджера именно на этом этапе. Есть, нами было замечено, что достаточно, ну скорее всего, и вы это замечали, что определенный менеджер, если вы занимаетесь продажей и производством нескольких типов продуктов и нескольких типов товаров, то одни менеджеры торгуют лучше одним, а другие другим. Тут у вас появится фактическое доказательство того, с чем лучше менеджер работает. Давайте разберемся. Например, делаем срез в этот раз не по источникам трафика, а по менеджерам по продажам. Четыре реально существующих человек. Они собрали всего, вот столько лидов. В принципе, это количество лидов совпадает тому количеству лидов, которые вы видели в срезе по рекламным каналам. Дальше мы видим, как эти люди вели лиды до той же стадии, деньги получены. Мы видим, у кого из менеджеров на какой из стадий возникает наибольшее количество проблем. Это же очень здорово, поскольку в этот момент у вас появляется подтверждение, где кто болеет, и идеи о том, кого где стоит чинить. Хорошее, в общем-то, решение. Давайте. Давайте. Тут есть несколько вариантов. Вариант, который нравится мне больше всего. Это назначает руководитель отдела продаж или его заместитель, потому что у него есть какая-то своя экспертиза, он знает людей, он знает продукт, и он понимает, кто сейчас этим продуктом сработается лучше. Можно автоматизировать, например, исходя из количественной загрузки, сколько на текущий момент лидов в обработке на менеджере. Можно автоматизировать из количественной загрузки по деньгам, предполагаемым на менеджере. То есть, когда создается какой-то лид, у него указывается предполагаемая стоимость контракта, на которую вы будете продавать. И, допустим, один менеджер может вести два лида на миллион, а второй – 10 лидов на 500 тысяч. То есть, можно из количественных, в смысле, в количестве сделок или лидов, которые он ведет, или исходя из денег, или вручную. Я за вручную. Я могу здесь на самом деле пару тоже моментов добавить. Когда лидов много и большой отдел работает. У нас, к примеру, в Мегаплане было 30-40 продавцов, когда я там еще работал. Мы их делили на группы, лиды отдавали по сегментам лидов. Оценивалось качество лидов, ну, потенциальное. Условно говоря, самые качественные лиды автоматом распределялись на группу самых лучших бойцов, а внутри руководитель группы уже раздавал их сам. Лиды меньшего качества отдавались на неофитов, на стажеров и прочее. Но все это, например, при этом делалось автоматом, а внутри небольшие группы из 3-4 менеджеров по продажам они уже распределялись сами. Ответ получен? Здорово. То есть мы видим, сколько у нас каждый из менеджеров принес в компанию денег. Отличная статистика, чтобы, например, еще как-то провести корреляцию с его объемом дохода и подумать, правильно ли у вас выстроена система премирования за продажи. Ну, это отдельная тема, которую систему мотивации сегодня не рассматриваем. Срезов того, как полезно использовать полученную информацию, очень много. Я накидал несколько. То есть продуктовая аналитика. Например, собираем, какие продукты лучше всего продаются. Сколько было лидов на дома из клееного бруса, сколько было лидов на дома из цилиндрованного бруса, на каркасники. Посчитали, сколько всего было лидов, как лиды прошли по разным стадиям отдела продаж, сколько денег пришло с каждого из продуктов. Интересная статистика для того, чтобы понять, например, есть ли у вас проблемы в маркетинговой коммуникации по данному конкретному продукту. То есть, если, например, вы видите, что у вас по одному типу продукта и по третьему типу продукта пришло одинаковое количество лидов, но по первому сконвертировалось в два раза больше, ну, как бы, это хороший сигнал, подумать, либо цена, либо продукт, либо маркетинговая коммуникация, что-то где-то не так, и опять-таки это починить. ЛТВ, принесенный менеджерам по продажам. ЛТВ – отличная метрика, lifetime value, которая отражает, сколько всего дохода за весь срок жизни клиента в компании он принес. Наверняка, ну, мало бизнесов, в которых существует всего одна продажа, и наверняка в любом из бизнесов человек, который совершил первую покупку, однажды может совершить вторую покупку, а тем более есть регулярные бизнесы с регулярной ежемесячной или еженедельной оплатой, для таких бизнесов считать ЛТВ очень интересно. То есть сколько какой-то клиент привлеченный за всю историю своей жизни, пока он начал работать и когда он постоянно заплатил, сколько он денег в среднем приносит. Когда вы строите отчет по менеджерам, вот этот вот, здесь можно считать по первым чекам, то есть сколько, там, не знаю, если говорим про разработку сайта, да, сколько денег он принес в первый раз, то есть первые чеки, а можно считать по lifetime value, сколько всего денег принесет этот человек, которого сейчас менеджер по продажам затащил в компанию. В общем-то, интересная метрика. Можно посмотреть ЛТВ с источников, опять-таки, то есть строим первый отчет, который был в срезе по источникам трафика, сколько вы проинвестировали денег в этот источник трафика, сколько с него пришло лидов, сколько из них стало покупателями, сколько из них было первых чеков, сколько из них, сколько денег принесет всего в среднем этот человек, который стал вашим покупателем. Интересная тоже метрика. Доход на рубль. Считаете, сколько проинвестировано в рекламный канал, считаете, сколько заработано с первого чека с рекламного канала, делите одно на другое, получаете доход на вложенный рубль. Тоже интересная метрика. Какие-то рекламные каналы вдруг могут оказаться объективно убыточными. От них перерабатывать или отказываться, что-то с ними делать, перераспределять бюджеты в пользу тех, кто имеет большую доходность на вложенный рубль. В общем, срезов того, как полезно начать использовать ту статистику, которую вы начнете собирать, очень много. Только в вашей фантазии ограничено. Есть чудесная книжка, автора не помню, называется «15 метрик, которые должен знать каждый маркетолог». Простая книжка, 300 страниц, Манна, Ванов и Фербер выпустили, всем рекомендую почитать. Все 15 можно собирать на основании той базы данных. Давайте рассмотрим несколько вариантов, несколько кейсов того, что полезного мы в частности для себя вытащили из такого продукта. Как мы начали работать с рекламой? То есть, когда мы внедрили этот продукт, мы провели первый тестовый месяц замера, что мы имеем. То есть, мы имели вот такой бюджет рекламный на месяц и первых чеков, первых продаж вот на столько денег. Я, наверное, лучше зачитаю, что здесь написано мелким шрифтом. Мы сократили инвестиции в контекстную рекламу на 25%, перераспределили бюджет в пользу работы над сайтом и над рассылками. То есть, контекстная реклама для нашего бизнеса показала себя недостаточно эффективной. Мы увидели у нее меньшую доходность на каждый вложенный рубль и подумали, что сократим мы просто сейчас на 25% ее, откажемся от части рекламных кампаний, которые наименее были эффективны, перераспределим деньги просто в собственный контент-маркетинг, в свои email-рассылки. Второй месяц мы суммарно потратили, ну, то есть, чуть меньше денег, доход составил больше. Это не сезонный спрос. То есть, мы говорим про три месяца, которые на одинаково плохом сезоне были показаны. Сезон в бизнесе, о котором я говорю, чуть позже начинается. Вот. Так у нас прошел второй месяц. Здорово, подумали мы, но контекст по-прежнему неэффективен. Мы взяли, порезали еще на 25% инвестиций в контекстную рекламу, передали, господи, а? Да, переделали рекламные компании, то есть, мы частично переделали рекламные компании, остаток сэкономленный, перераспределили на собственный пиар и на собственный ремаркетинг. Вот результат третьего месяца. Мы чуть подняли доходность, и у нас хорошо вырос объем продаж. Естественно, дальше это как-то будет продолжаться, эта работа вестись. Очевидно, что профит есть. Работа с менеджерами. Старт. Мы замерили. Вот как раз-таки тот отчет, который я показывал, где какие менеджеры, на каких стадиях обламываются. У кого конкретно, что не получается. Мы взяли некоторых менеджеров, определили стадии, с которыми тяжелее всего было работать, и начали работать. Первое, что мы переработали, это скрипты телефонных разговоров. Именно не всей процедуры дальнейшего общения, а именно первого ознакомительного звонка, когда человек презентует наши подходы, наше общее видение, конвертирует человека на давайте мы сделаем вам коммерческое предложение на основании всего, что вам рассказали, и заставили весь отдел продаж работать именно по этому скрипту, а не по тому, как каким-то звездам казалось работать лучше. На 7% сократился отток на вот этой стадии. Под первой стадии я имею в виду предварительное обсуждение. То есть у нас отток лидов вот в эту стадию сократился. Хороший результат. Дальше. Мы подумали, у нас слишком большой отток людей на коммерческом предложении происходил. Первая гипотеза. Что не так? Скорее всего у сотрудников отдела продаж недостаточная компетенция, и они не могут хорошо продумать свое коммерческое предложение так, чтобы оно точнее решало бизнес-задачи клиента. Мы продумали вместе с техническими руководителями программу обучений, провели обучение, всех аттестовали, кого не аттестовали, тех пессимизировали, заставили их делать коммерческие предложения. О, круто, я специально тяну. У нас, собственно, на третьей стадии, на стадии, когда коммерческое предложение должно было перетекать в стадию согласованное коммерческое предложение, у нас потери вот на этом этапе сократились на 11%. Отличный результат. Дальше скорость. Мы частично автоматизировали скорость разработки коммерческих предложений. Я вам чуть позже на следующем слайде покажу. И у нас на 3% снизились потери на моменте, когда мы поговорили, давайте мы сделаем вам коммерческое предложение. И вот на момент, когда он стал коммерческим предложением, у нас потери чуть-чуть сократились. Результат, конечно, не фантастический, но все равно приятный. Дальше. Можно поработать с коммерческими предложениями. Не буду рассказывать, что эти желтые кругляшки значат. То есть мы заредизайнили, поменяли структуру и поменяли шаблоны комментариев. Все это суммарно дало где-то на 20 с небольшим процентов снижения потерь между переходов, между стадиями. Дальше мы сделали шаблон брифинга, то есть как сотрудник отдела продаж должен работать при первичном знакомстве и что конкретно должен спрашивать, чтобы он не фантазией своей спрашивал, а по четкому регламенту спрашивал. Мы написали для них инструкции и сейчас занимаемся автоматизацией. Вот шаблоны и инструкции пока особый результат нам не дали. А что за автоматизация? Вот я думаю, что когда мы все это в единый автоматический пакет засунем, вот эти два кружка нам все-таки профит дадут. Тем не менее, все эти идеи, они черпались просто исходя из того, какая статистика показывается. Понятно, что в общем-то в воздухе витает полно идей того, как что-то можно оптимизировать. Но когда у вас есть данные, которые подтверждают те или иные ваши гипотезы, вы знаете, что решения, которые вы сейчас примете, они будут более эффективными и с большей вероятностью как-то к какому-то профиту приведут. В случае, если здесь есть агентство, то мы с радостью, на текущий момент мы не работаем ни с кем, мы работаем по сквозной аналитике только со всеми нашими внутренними клиентами и никак ни с кем из агентств не поработали. Мы с удовольствием поработаем с кем-то из агентств. В случае, если вы будете это делать сами, вот по минимальным прогнозам для каждого клиента вы будете делать это два месяца у вас будет на внедрение CRM-ки, это просто минимум. Еще недели две вы будете заниматься интеграцией всего с аналитикой. Это прям очень лайтовые сроки. Мы будем рады взять на себя всю эту дичь, потому что мы Реаспект у нас, помимо того, что мы с цифрами очень любим работать и с доходностью бизнеса клиента, мы очень любим строить процессы конвейерного типа, где минимальная вариативность была бы для бизнеса и какие-то стандартные принципы были прописаны. Собственно, с таким же подходом мы занимаемся построением сквозной аналитики. И поэтому мы будем рады всех агентств или всех самостоятельных клиентов видеть в виде своих партнеров в рамках сквозной аналитики, потому что два года назад я ездил по конференциям и всем нудил о том, как правильно настраивать счетчики статистики, как правильно считать лиды, конверсии и прочее на уровне онлайна. Сейчас я езжу и нужу про CRM-ки, о том, что их нужно внедрять и делать сквозную аналитику примерно вот так, как я и рассказал. Меня зовут Андрей, я отвечу на ваши вопросы. Здравствуйте, Прокофьев Евгений и компания Випрофитерс. У меня вопрос такой. Я тоже коллега, мы занимаемся сквозной аналитикой, но у меня вот такой вопрос. Смотрите, если провести аналогию, есть топор, им надо рубить, им не надо пилить. Вот тут то же самое. Почему данные не собирать в счетчик, именно в аналитике, и там их с ними… Вы отчасти ответили на него, но просто вопрос какой? Он же более гибкий. То есть CRM-система самая, но это по факту система управления клиентами, и она не заточена под конкретно под аналитику, а аналитические инструменты как раз под это и заточены. Так почему не собирать там и возможностей на самом деле намного больше? Ну это как бы и тот, и другой вариант. Понятно, что он далек от идеала, потому что в таком случае сквозной аналитики лучше вообще BI делать свой. Это прям идеально было бы. Но рынок к этому не готов, это видно. И, ну собственно говоря, почему не в аналитиксе вы это делаете? Вопрос чисто технический, ответ будет не техническим, а бизнесовым. Потому что если вы будете загонять в аналитикс, вы создадите прикольное решение для агентств, но не для конечных клиентов. Они не смогут быстро самостоятельно это дело развернуть, все загонять в аналитикс без вас, без агентства. Моя же цель добиться того, чтобы, в общем-то, без лишнего геморроя на базе платформы человек мог развернуть, увидеть и начать анализировать, а не лезть в дебри. То есть мы говорим скорее, точнее мой ответ в том, что у меня другая целевая аудитория, нежели у того, что предлагаете делать. На самом деле это холиварная тема, ее проще в клуарах. Мне кажется, иначе сейчас мы тут на полчаса зависнем. Был вопрос еще, я видел. Добрый день, меня зовут Айнур Талгай, спасибо Андрею за доклад. Это был самый лучший доклад, который я смотрел. Прям очень классно, мне понравилось. Мне вопрос про погрешность, про математическую погрешность. Вы говорили, там был слайд, где у вас уменьшались потери на 3%, а сколько вообще было количество лидов из этих 3%? Там в выборке работало около 300 лидов, по-моему. Ну вот я вот про это. Если у вас настолько мало лидов, имеет ли смысл считать эти проценты, потому что они могут быть в рамках погрешности? Понятно, что нет. Это пока просто первые срезы, которые мы смотрим сами для себя. И я честно не знаю, какие достоверные данные, потому что все было перемножено на какие-то коэффициенты. А вы не боитесь принять неправильное решение, которое в будущем окажется неправильным? Ну, у вас вроде бы рост, но может быть рост был не из-за того, что вы еще что-то сделали, а просто так вот сезонно. Нет, я все понимаю, достоверности тут нет. Вот именно на этом примере стат достоверности нет. Я почти не сомневаюсь, что когда мы будем говорить о больших массивах числовых данных, то стат достоверность будет. И, собственно, саму идею, саму модель это никаким образом не отменяет. Просто вопрос в том, с каким из этапов вы будете работать, с каким из источников трафика или с каким из этапов воронки вы будете работать. А, ну это, господи, простите, этот задат из бизнес-молодости. Вам нужно просто больше трафика. Мне стыдно сейчас будет. Так, давайте вот, да, последний вопрос, а потом после окончания вот блока из двух докладов можно будет помучать спикеров уже в куларах. То есть тайминга выглядит. Добрый день, меня зовут Салават, и у меня такой вопрос. Я интернет-маркетолог, и я со стороны контента больше подхожу. И вы вот сказали, что компании, которые CRM-ку не внедрили, они остаются на лет пять. Вот у меня довольно-таки достаточно есть пул клиентов, на которых я могу смотреть. И обычно два типа компаний не внедрили CRM. Либо у кого все плохо, или у кого все отлично настолько, что вот некогда. И есть куча среднячков, которые, ой, я CRM внедрил, и что? И вот на этом все застыло. И вот об этом вообще на рынке никто не говорит, что дальше. И вот это большая, мне кажется, ошибка. Не знаю, ваши комментарии мне интересны. Мои комментарии в следующем. Вы невнимательно слушали мой доклад. Первое. Ваш тезис начинается с того, что я сказал, что 50% не используют или используют CRM-ку. Я это говорил применительно к слайду про разметку источников трафика. Те, кто этого не делал. А, про 5 лет. Про 5 лет. Что задержались на 5 лет те, кто чего-то не делают. Вот вы сейчас сказали, что задержались те, кто CRM не использует. Я же говорил, что задержались те, кто не размечают источники трафика. И с… А? UTM-метки, да. Что касается внедрения CRM-ок. У вас, видимо, хорошие, сильные клиенты, если 50% внедряют. У меня на текущем в среднем процента 2 внедряют CRM-ки. Что с ними делать? Вот что с ними надо делать. Это нужно полезно использовать в бизнесе для того, чтобы каким-то образом свои процессы видоизменять. Я боюсь, что не смогу прокомментировать лучше. Ну, там человек, да, руку давно тянул. Все, последний вопрос, а потом переходим к следующему докладу. Александр, вопрос такой. А мне стать? Да, да, я вас вижу уже. У нас в CRM-ке много приходит дублей. Куда вот их заносить? То есть вот человек, который вчера оставил заявку, он приходит через 3 дня, при этом проходит, например, кликает по рекламе и попадает к нам в CRM как дубль. Как еще раз, еще одна заявка от того же человека. То есть я понимаю, что это тот же самый человек, но по какой-то причине он опять прошел и еще раз оставил такую же заявку. В общем, правильно, честно, я здесь, наверное, не совсем буду технически подкован, чтобы ответить полноценно этот вопрос, но, скорее всего, как бы предложил, если бы ко мне пришел наш роб и наш технический директор с этим вопросом, что бы предложил сделать я? Я предложил бы дописать функционал и как будто бы в AMA есть этот функционал удаления дублей. Но главное, чтобы дубль удалялся не просто так, а когда повторно дубль создается, чтобы в начальный лид, который можно определить либо по имени, либо по телефону, по какому-нибудь критерию определить, в него дозаписывать источник второго перехода человека, потому что, возможно, каким-то образом изменился. И тогда у вас, ну, то есть шаг один, дозаписать в начальный лид информацию об источнике, шаг второй, удалить дубль. Давайте подумаем. Ну, это должен быть, мне кажется, какой-то внутренний регламент. У меня тоже есть небольшой комментарий именно про ассоциированные конверсии, когда заказчик сначала перешел из контекста, потом он забил тайпином ваш сайт, потом забыл его, перешел из соцсетей и заказал. У вас должен быть определенный внутренний регламент, как в таком случае, на какой источник трафика этот лид надо вешать. Коллеги, все, Андрея можно будет помучать после завершения. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...